Так, шахта, шахта. Пока ничего не понятно. Видят друг друга. Растоптала толпа. Гарили сзади. Перерезано горло. Так, а здесь что было? Выйти. А, смотрите, вот есть шаги крови. Я их не заметил. След ботинок ведет наружу. Возможно, по нему вы дойдете до выживших. Вот, принять. Так, отлично. Это у нас получается что? Подземная бойня. Вот, а я этих шагов-то и не заметил. Так, эти сейчас будут нападать. Но они нам не нужны. Нормальные такие следы. Ну, сейчас потихоньку мы, может быть, поймем вообще, кто виноват во всем этом. А, может быть, сейчас к башне нас приведет, к этой стражевой. Там, где вопросики были по заданию. Наверное, в рассветную башню сейчас приведет. И там уже кто-то должен быть. Там, по-моему, кстати... А, вот дерутся даже. Ни шагу назад. Мы не вернемся в шахты. Лучше умереть, чем остаться рабами. Но раз вы этого хотите... Наемники, сюда. Всевидящий лук указывает нам путь. Всевидящий лук указывает нам путь. Опять это? Вы с ума сошли? Наемники, помогите остановить фанатиков. Получите щедрую награду. Встаньте рядом с нами, наемники. Всевидящий лук указывает нам путь. И мы лишь возвращаем свою свободу. Так, хулиганы, либо лейтенанты. Вообще, к этим вряд ли я хочу. По-моему, мы слишком часто с ними деремся. Беглые рабы. Не, ну здесь, конечно, беглые рабы. Лейтенант, пехотинец. Здесь, в принципе, проблем у нас не будет. То есть, разыскивать нас никто не будет. Но если нас разыскивать никто не будет, тогда, наверное, пускай фанатикам тогда поможем. Все-таки они беглые рабы. Они просто не хотят быть рабами. Потому что они не все заслуживают быть рабами. Пехотинец. Это же против тех, кто было легче сражаться с собой. Ну, мне диалог интересен, что они там скажут, типа, и куда они отправятся. Тем более, вроде мы еще с общиной должны пообщаться, а эти рабы, они ближе как-то к общине будут. В любом случае. Может, что-то скажут дельного. А стражники, они просто стражники. Вероятно, я с ними потом буду общаться. А, это у нас лидерик еще. А, так мы прям за него ходим. Он может, значит, уволить, наверное. А, так мы им пока не будем ходить. Пехотинец. Лидрика мы уберем. Я думаю, у нас так временно. А его нам оставили, я так понимаю, не совсем. Ну, если ему можно и класс привязать. Значит, да. Значит, он с нами собирается быть очень-очень долго. Идея разрушителя. Как далеко. Так, ну, только если мы кому-нибудь сейчас броню сними. Тогда у нас возможность будет туда попасть. Может, конечно, этого было бы добить. А, ну, в принципе, можно его добить. Этого добиваем. К этому подбегаем. Бьем в спину. Хотя уже повернулся, значит, в лицо. Так, лейтенант. Здесь, может быть, головорез уже справится. А можно головореза. Лучше лейтенант. Так, еще лучше. Так, что мы можем сделать? Это тратить я не хочу. Он ходит как раз-ки следующий. Как бы его убить? Полечить бы кого-нибудь, ну, нам не кого лечить. А, точно. Нажись, ярость. Так, лейтенант. Лейтенант уже вряд ли. Так, ну, охотник бежит. Так, ну, охотник бежит. Так, ну, охотник бежит. Балангист и тактик. Так, это четвертый у нас. Так, два осталось. Ну, только так. И на очки доблести точно тратить не будем. У нас там по факелу 53. Факел еще нормальный. Так, добежишь. В принципе, кстати, добежит. Если сделать вот так. Вполне добегает. А, еще если сделать вот так, то вообще хорошо будет. Так, теперь на того можем бешенством убить. А это у нас первый, кстати, у него бешенство прокачано. Он может сейчас убить. А на нас не хватит. Ладно. У нас бы все равно не хватило до того добежать тоже его бешенством. Попробовать убить. Лидрик взятый. Лидрик и был. Вот четвертый. Наконец четвертый охотник взял на свой. Восьмой уровень. Так, восьмой уровень, собственно, как и всем. Ярость. Ярость, собственно, прокачиваем мастерством. Собственно, здесь мы что делаем? Так, меняем оружие. Так, урон у нас 25, 41, 40, 67. Все, отлично. Урон теперь у нас нормальный. Так, это оружие мы продаем. Так, сейчас мы... Секунду. Подождите. Посмотрим, Лидрик уберем. Нам вообще не нужно. Так, вот теперь здесь кто-то стоит. Двое. Я впервые чувствую себя в безопасности с момента восстания. А, вы хотите узнать, что значит Всевеча Ока указывает нам путь? Думаю, это название молитвы, но для наших спасителей это был боевой клич. Мне казалось, это они вас послали. Так что на всякий случай повторим. А, боевой клич. Спасибо, что пришли на помощь. Без вас мы бы пропали. Мы разделились с остальными рабами во время побега. Когда стража погналась за нами, мне казалось, нам конец. Прошу примите это. Нашелось на теле бригадира. 50 крон. Если могу хоть что-то для вас делать, скажите. Обвинить. Так, допросить. Владелица шахты мертва. Ока вездесущая. Благословен будет тот вечер. Именно той ночью жители Газенберга спасли нас. Жители Газенберга. Ладно. Пока я ничего не узнал. Беглецы. Выполнили. Рассветная башня. Так, ну у нас остается что? Туда нас не пускают? Сюда нам не зайти. У нас осталось два задания и 73. Надо кого-то обвинить. Для загадки я не знаю, где найти вычурный. Тайна посла нам. Я не знаю, куда попасть. Судьба те Гринмира. А еще под охраной. А у нас почему-то пройдены места. Вроде как два. А здесь их так-то больше. Да, ну сквестов-то больше. Найдите способ проникнуть в Лазарское посольство. Так, если надо найти способ, может нам где-нибудь с другой стороны обойти просто? Или через подвал как-нибудь? Через арену вряд ли. Если говорят найти способ, может быть действительно надо просто побегать рядом? Где-то здесь можно зайти. Может с той стороны? Там-то вроде по берегу мы сможем пробежать. Нам ничего не даст. Сейчас что-нибудь узнаем, как зайти. Как с другой стороны зайти. Узучить. С девушкой цветы. Может отсюда мы сможем зайти? Нет, отсюда тоже нельзя. Так, ладно, пока не знаю. Либо это все делается потом. Так, хорошо, придется немножко пойти погуглить, потому что у меня даже предположение откуда бежать. Наверху вроде мы здесь все бежали. Может там кажется не все добежало. Сейчас пока рядом, проверю еще раз. Там действительно можно оббежать. Вроде как нет, здесь только горы начинаются наверху, и там тоже должны были быть горы. Да, там мы не обойдем. Надо, чтобы время не растягивать. В общем, тайны посла. Расследование братства. Расследование я пока не хочу смотреть, кто убийца. Загадка. Вычурный ключ от Криптона. Надо вот сейчас посмотреть, где их вообще брать, потому что их действительно очень мало. Мне уже два требуется. Я без понятия, где они. И обвините, осудите, убийца убивала. Так, это ладно, это потом. То есть, вычурный ключ, где находится под охраной, как связаться с народной общиной. Это Гренмирская тюрьма. И тайны посла. Валазарское посольство. В общем... Так, ну где найти вычурный ключ, я пока не узнал. Потому что он, я так понимаю, в каждой локации они фиксированы. То есть, если он здесь требуется, значит, он поезде здесь и должен быть. Соответственно, один не требовался там в начале, значит, он где-то там и должен был быть. Это мы потом найдем. Так, а с этим... То есть, сейчас у нас только одно задание идет. Попасть туда в тайный посла. И нам надо вот сюда вот. У нас есть информация, кстати, какая-то. Кстати, про информацию. Записка нацарапана несколько дней назад. В ней написано, сегодня ночью встречаемся у шахты Гивендорпов. Возьми с собой ножницы для стрижки. И не забудь сжечь записку. Я не помню, у кого мы это взяли. Любовное послание. Да уж, что я посылаю слащавое послание. Написано некой Аделизе Лидрику Альт Гивендорпу. В тексте обозначено место свидания площадь художников. Так, ну мы там... А мы, кстати... Так. Лидрику. А мы его нашли. И мы его выгнали. А что, надо было туда привезти? Хотя я не знаю, она там еще или нет. Сейчас узнаем. Сначала сходим туда к художникам. Может, действительно, надо было ездить. Его. Не, ну нам разрешили его прокачать полностью. Поэтому, получается, якобы... Як... Так, вот это. Это. И все, да? В принципе, пока что все. Но блюда у нас, правда, еще все равно нет. Мы пока эти расходуем. Так, ну на сюда. У нас пока что временно вот эти дают очень много. Так, ладно. Средние 10. Так, нету мяса. Серьезно, все-таки напали. Так, ну я не хочу с ними драться сейчас. Давайте договоримся. Так, и быть, потратим чуть-чуть. Очень. Я думаю, 10%. Но мне надо было куда-нибудь сюда поставить на табурет. Так, у нас 15 очков добрости. Давайте одного на табурет какой-нибудь поставим. На постоянку. Так, а ты... А, ты же ничего не делаешь. Ты у нас изучил, а дальше ты ничего не изучал. Давно бы уже могли еще сокровища древних раскрыть. Пони я бы туда поставил. Пони нельзя. Так, так, да. Эти работают. Этот... В принципе, от этого можно убрать. Что он делает? По два добывая. Там, в принципе, мы не пользуемся. У нас их там уже. Либо... Нет, этого нельзя. Так, где наше... Где наше... Наше сырье? Ну, в принципе, 119-22 чинить. Мы можем сейчас починить. Нет, мы лучше оставим крючевого. Поставим сюда. Пускай стоит. Так что... Видели бы вы меня сейчас родители. Было бы написать близким 420 опыта. Близким спутникам. Так, наверное, близким спутникам. Потому что так это ему. А он только 8-й взял. В принципе, 420 опыта ему ничего не даст. А вот близким спутникам, может быть, даст. Тем более, если их будет много. А, вот. Тебе дали 10-й. Отлично. Так, уже 10-й. Уже хорошо. Это у нас второй головорез. Ловкость плюс 2. Так, мы тебе, наверное, и это прокачаем. Все-таки у нас мастерство есть. А потом... А, на 10-м дает. Я думал, на 11-м дается. На 11-м оружие дается. На 10-м дает еще наук. Так, здесь надо вот это проверять. Как работает. Когда боится такого, он шансов 50% не вступает в сражение и совершает по нападавшему атаку по возможности. То есть, в целом, можно, но на них редко нападает только эти крысы в этих гробницах. Неудержим. Сидбейцы неудержим. И может проходить сквозь ряды врагов. Вот это, в принципе, было бы хорошо. Сейчас посмотрим, как работает второе оружие. Если полу... Там кто-то у нас нападает. Прямо на нас стоят. А, это которые к нам подбежали, да? Зачем они к нам подбежали? А, это потому что мы здесь отдыхали. Они от нас уходят сейчас. Так, 58. Смотрим, как работает. Собственно, берем второго... А еще третий за уровень. Второго головореза берем. Делаем второе оружие. Хорошо. Может экипировать второй кинжал и менять оружие в бою. А, ну факел остается так же. То есть второе оружие остается такое же. Просто может менять кинжалы. Так, а если мы дадим тебе, допустим, такой кинжал, будет ли совмещаться ловкость? Что вряд ли, конечно. 78. 82, 78. 82. Если бить кулаком, 29, 37. А может экипировать второй кинжал и менять оружие в бою. Получается, его можно просто кидать ему. Как хорошо было бы проверить все это. То есть есть какие-то бросательные эти кинжалы, по-моему, основные. Либо просто что-то другое, одноручное. Это обычно, это не то. Надо вот, типа, вот такие. Но это во вторую руку. Первый, в принципе, смысл-то и нет менять. В общем, главное, я проверил то, что хотел. Хотел проверить, будет ли у нас бонус идти от ловкости. Они не идут, тогда смысла в целом я не вижу. Как бы, какой, такой же кинжал давать смысла нет. Это, видимо, сделано для масел. То есть мы можем где-то против кого-то использовать какое-нибудь масло. То есть у этого у нас запустим крит, удар. А у второго там, не знаю, ловкость повышается на 30%. Или на сколько-то, наверное, на 10%. В общем, сделано для этого. Но нам это не надо. Тогда что будет-то лучше? Собственно, это вряд ли. Знаешь, сквозь врагов. Сквозь врагов вроде он не так всех оббегает, если что. Тогда полезнее вот это, наверное, будет. С другой стороны, иногда мне нужно, наоборот, чтобы они сражались. А здесь получится так, что есть шанс, что он выйдет и... Допустим, какая-то ситуация, где стоит голова Рис-2, слева там голова Рис-3. Я бы пропустил, этот атаковал, и этот сзади бы ударил. А если вот с этим, то уже так не получится. Хотя не вступает в сражение и совершает нападающую атаку по возможности. Вот здесь хорошо, что атаку по возможности он наносит. То есть его ударят, а он ответ. Либо сквозь врагов. В принципе, тоже неплохо он будет напрямую пробегать. Давайте неудержим мы с нами, в принципе. Вот это, конечно, хорошо для урона. Но опять же, это 50% шанс. Просто будут все пробегать сквозь врагов. Так, а этот у нас девятый. Так, тебе. На принципе, тоже почему нет? Всем, короче, вкачаем бешенством. А, мастерство, кстати, можно там прокачать нет? И это не прокачивается. Другая тоже вряд ли бы. Хотя вот эта, может быть, прокачалась бы. А если бы прокачалась? Ой, надо смотреть. Если прокачалась, то это будет 100%. Ну, скорее всего. Придется смотреть. Потому что если 100%, то тогда, в принципе, это полезно. Просто будем знать, что все головорезы не могут вступать в бои вообще. Но при этом они будут постоянно отбивать атаки. Что, кстати, хорошо. Так, допустим, прокачаем эту. Нет, тоже нельзя. Ладно. Прокачать это нельзя. Тогда останавливаемся на... Вот это вот бежать сквозь врагов. В принципе, в некоторых моментах это полезно. То есть где-то даже на арене там вот моменты были, где в принципе пробежать сквозь врага было бы прикольнее. Так, все, оставляем неудержимость. Так, первый, второй, третий. Это прокачиваем. Здесь ловкость. Здесь бешенство. Так, этим вроде ничего не надо. А, у тебя не прокачано. А, кстати, надо прокачать. Насколько их осталось? Две. Одно осталось. То есть надо закупаться. Закупаться мы можем в братстве. Братство. Братство далеко. А потом... Так, сохранить, чтобы опять повторно потом это все не делать. А, вот здесь у нас... Немножко север неправильно указан. Так, вот здесь у нас пятно. Мы туда заходили копать. То есть это по бандитской карте вот этой. Где она у нас? Мы ее уже убрали куда-то вниз. Вот, здесь получается раньше мы просто вот так зашли, посмотрели и ушли. А здесь есть наблюдать. А раньше, по-моему, не было. Из туннеля доносятся ли леденящие душу звуки? Продолжить. Кроты. Ну, короче, как-то мы сейчас туда попадем. Там узнаем секреты. Возможно, там мы уже узнаем, куда дальше. Хотя я хотел сходить к художникам. Может быть, та что-нибудь бы сказала нам. Ну, да ладно. Так, крота. Этого мы не трогаем. Этих трогаем. Так, ну, без... Или с фанатизмом, или без... Так, у тебя травма откуда-то? Это, видимо, то, что мы прошли сейчас дальше. В плане по этому туннелю. Так, одного убрали. Это не добегается. Это не добежится. Этот принцип тоже не добежится. С этим мы будем сражаться. Так, я думаю, пару раз, если так ударить, было бы хорошо. А оказывается, нет. Значит, одного придется так еще бить. Так, ну ладно, тратим. Тратим. Три, в принципе, можно потратить. Четыре, в принципе, можно потратить. Добежал. Добежал. Так, круто. Можно было факелом. Давайте по этому факелу ударим. Так, а раз уж так дело пошло, можно его и добить. Так, второй у нас, да, пробегается сквозь. А так он у нас сквозь своих пробегается. Написано было сквозь врагов только. А, ну да, сквозь ряда врагов. Но получается, он может пробегать и сквозь своих. Ой, вообще хорошо. Да, мы тогда всем будем такое брать. Будет очень удобно. Ну и чаще будет использовать, чем то, которое там, чтобы нас ударили. Почти. Так, ну это блеск сработал, да? Вроде как блеск. Так, можно, в принципе, охотникам. Того, наверное, уже не дотянется. Ну, в принципе, хватит этих, если... Да, и все, да? И все. Так, надо полечить. Охотник. Девятый уровень. Ловкость. Лазарское посольство. Так, вот мы и пришли. Заперто открыть. Первый прошел очень легко. Второй похуже. Вы находите письмо без подписи, адресованное послу Алазара. Связной пройдох выдает себя за торговца. Чтобы выяснить, кто это, продайте ему похлебку из угря. Так, выдает себя за торговца. Ну, это там внизу, по-моему, где мы были на рынке, получается. Связной пройдох. То есть пройдохи, получается, его убили. Выдают себя за торговца. Чтобы выяснить, кто это, продайте ему похлебку из угря. Так, есть оно у нас? А, у нас послание остается. А, так, все это у нас остается. Профессорские часы. Используются величайшими профессорами самых престижных университетов Алазара, чтобы не потратить лишние секунды на обучение студентов. Ладно. Вот это письмо нам надо. Здесь еще раз мы его можем. Короче, нужно похлебку из угря много-много сделать. А еще там можно покопаться. Может, мы вообще там сейчас найдем эту похлебку. У нас она вроде тоже должна быть или нет? У нас есть суп. В принципе, суп это и есть похлебка, нет? Уж, конечно, есть какая-то определенная похлебка. Прямо так и будет называться похлебка. У нас с похлебкой только что-то. Вот у нас барань есть похлебка. свиная похлебка. Похлебки из угря нет. А может, мы сейчас сделаем ее? Сможем, ну, рецепт найдем. Здесь как раз таки. Официальная бумага датирована ночью убийства посредника. Это дипломатическое соглашение, нацеленное на развитие работорговли между Газенбергом и Алазаром. Посол Алазара нуждался в подписи посредника Гивендорг на соглашение. Посол Алазара подписал бумагу, но место под печать посредника виллы Альт-Гивендорг пустуется. Так, здесь все. А ну, оттуда мы пришли. Или нет? Изучите. А если мы здесь выйдем? Ничего нам не говорится. Они теперь не охраняют даже. Так, хорошо. Тайна посла. Алазарское посольство. Так, ну, в общем, идем тогда на рынок. Там краски угр, по-моему, продается для этого всего. По-любому там должно продаваться то, что нужно нам. Так, рынок у нас, вот это, по-моему, районный рынок. Где-то там мы кого-то обнаружили. Собор. Это изучить. А это нам не надо. Надо с этим поторговаться. Так, смазка, смазка нужна. Так, кинжалы все продаем, луки продаем, все продаем. Так, крысы оставляем. Оболомки оставляем, продаем, продаем. Это все пригодится потом. Так, тут у нас что. Только один опыт. Так, где-то здесь же нет. Еще дальше. Мы знаем, где взять зацепку. Правда, я пока не понял, как с общиной-то поговорить. Под охраной. Ладно, потом узнаем. Так, что? О, я думаю, что похлебка, скорее всего, все-таки, значит, то, что у нас есть, это суп из угря. Скорее всего, все-таки, оно нужно. Что-то другого у нас, ничего такого нет. Хотя похлебки различные есть. Пускай будет суп из угря, не знаю. Что же похлебка? Не, ну вообще, суп. Посмотрим. Может, оно. Может, не оно. Так, пони у нас восьмой уровень взял. Отлично. Так, ну, кому продавать? Вот это, наверное. Так, смазку выкупаем, выкупаем. Так, ну, попробуем продать. Суп из угря. Что не произошло, нечто. А, ну, можно выкупать обратно. Мне кажется, что-то, наверное, что-то не то. Этому не продать. И вообще, это то место. Так, яблоки нам нужны. Так, ну, мы все время продадим, потому что смысл нам от нее. Может, торгуются не тут. Так, щука. Ничего не происходит. Не буду оплатить смерть посредника, особенно Виллы. Дочь Крокобана ни разу не вошла в... Вот иди, вот это вот, да, немножко такая, как бы... То есть, она прям негативно, прям такая настроенная. Так, ну, я ей продал. Может, надо было сначала продать, потом поговорить? Может, все-таки это похлебка не так? Не знаю. Так, смотрим. Как мне другую похлебку-то найти? Требуется рецепт. А может быть, какая-то похлебка и будет. Мне надо где-то рецепт добыть. Так, ладно, еще два момента. Тогда под охраной... Мне кажется, сначала этим надо помочь. В общем, под охраной как-то связаться с народной общиной. Я не знаю, где с ними связываться. Так, пойду гляну, где связываться с ними. Так, говорят, после того, как мы вот здесь вот беглецам помогли... То есть дальше надо идти в город... Скорее всего, в собор. Вроде как в собор. Там тоже с кем-то поговорить. Там же тоже вроде какой-то ключ нужен. Возможно, тоже даже вычурный. Так, и кстати-кстати... Так, гренмирский торговый пост. Насшал зайдем, сейчас... Где он, правда? Мы изучить. Куда попасть? Так, надо искать где-то заход. Скорее всего, вот здесь. А, здесь, наверное, проход есть. Это наш проход. Ну, здесь ничего особенного. Так, вот здесь могилки что-то, по-моему, даже здесь надо сделать. Нет? Не, значит, просто говорили это с собой. Просто нам упоминали в подсказке. Могилки. Вычурный ключ нужен. Так, ну или просто с этим поговорить? Людям трудно найти здесь работу, и окраины города нищают. Но я не буду читать за ухоинное последненькое Гювендорп. Не то. Вы явились поклонницы свету? Я воспрою с вами лишь выберите молитву от сердца. Так, у нас было две, а теперь у нас третья. А, получает вычурный ключ. Спеть всевидящее око указывает нам путь. Вместе со жрецом. Ага. Это то, что нам те сказали, что это как бы якобы у них был. Этот. Не гимн, а как там они называют. А, забыл. Как называется. Клич. Клич. Вычурный ключ получил. Вы получили вычурный ключ. Для этой молитвы нужен глубокий покой. Возьмите ключ и отправляйтесь в крипту. Так, а мы сейчас кое-что сделаем другое. Мы, конечно, сохранимся. Скорее всего, даже загрузимся. Здесь, получается, всегда нам дают ключ, и где-то рядом мы видим проход. Но я хочу пройти вниз в эту загадку решить. А это и есть загадка. Ага. Вот, да. Так, а где у нас еще? Не, ну а один у нас еще нужен был там. Так, ну да, значит, я здесь... Здесь все равно это из... Бббббббб. Здесь этот ключ и нужен. Получается, да, 1 мы здесь получили. Здесь использовали. Я пока все еще у меня этот... В голове крутится, где мы начинаем. Здесь. А, так здесь мы еще не все осмотрели. конца освобождена хочу где-то здесь уже есть не помнит потом здесь я что-то нашел как это пробегал вроде как те это что-то новое на появляется что раньше мы здесь по любому пробегались ничего не было данные какие-то новые потом задания появляются ладно так идем в крипто ключ далее спуститься так народная община отлично привет никто здесь не оплакивает смерть виллы альт кивин торп она ненавидела бедняков здравия вам друзья мы подожгли особняк милы еще несколько домов дворян изучить один спрятаться на несколько часов он неплохо пройдет 8 часов розыск уменьшится знал бы я об этом раньше битье что там идти предводительницы народной общины добро пожаловать народную общину на емке всегда рада приветствовать новых членов и встречать наших сторонников мы организовали народную общину чтобы объединять людей и защищать их от посредников пожиреющих за счет за наш счет и скапливающих богатство конечно совет посредников пытается нас прижать опасаясь за сохранность своих привилегий и состоянии они собираются казнить одного из нас в качестве назидания нам позарез нужны люди вроде вас чтобы спасти нашего друга и вернуть его так плюс 10 получим но принять рвена держат в тюрьме под постоянным надзором специально наняты для этой цели братьев их надо будет одолеть и привезти нашего друга сюда поговорите с нашими ребятами там они с радостью вступят в ваши ряды и отдадут жизнь за свободу рвена уйти так говорить с нашими там и пошли пойдем еще там пойдем тоже с нами она не пойдет так это у нас все воровство мы кстати можем чуть украсть но мы украдем виницу пока теперь мы сделаем блюдо различные он много всего набрали поэтому убирать и не будем убирать будем так вкуснотища возвращается к себе так что еще у нас есть здесь у нас также волчатина пока что два щука в меду так 8 медоухи очень маловато уже делает медоух а мы пиво делаем пиво у нас 24 пиво много медоуха как-нибудь так только наоборот так что еще у нас там есть деликатесы мы уже делали да уже делали так нам рецепт же никто никакой не даст это конечно все может взят по разу рецепты нам никакие не дают может мы сейчас этот квест выполнен нам дадут рецепт как раз скил с этим что-нибудь с угрем похлебку с угрем а кати пока можно в принципе сделать просто как первый раз почему бы и нет ну хорошо правда даже не читал что там что мы наделали стоимость продажи товаров повышается изумление начале боя урон на семи животных повышен когда отряд собирает ресурсы чистота по миру он шансом 25 собирать счет целом это все не так уж и нужно но мы их не будем продавать мы их используем так выходить теперь надо пойти его спасти все за 1 3 инструкции понятно короче надо идти туда и драться со стражей мы им поможем нам дадут видимо похлебку с угрем когда мы сможем на рынке найти того этого связного собственно связного потом надо будет либо обвинить либо он должен нас как-то связать с тем кто это совершил скорее всего все равно набернув как-то выйдет хотя конечно же не факт так мы можем сначала к братству сходить полки поджидать братсу надо закупить эти какие уже заранее поджаривались пропать нам ничего не надо астерму добежим пока рядом пока недалеко так все пять возьмем лишние не будут а кстати пробежал пост же начал искать и забыть и этих забыл художников хотел сходить ладно если там буду я думаю надеюсь не забуду художники и эти торговый пост лига предупредить народной общины этого заключенного глава напасть а ну для этого нам да и дается там потом отлежаться хорошо так ну бьем бьем этого нет ударим этого лучше его в первую очередь добить этого уже как-нибудь кто-нибудь другой так здесь вот так встанем вдруг у них дружба будет какая-то отношение улучшится пока их двенадцать принципе немного что-то не ходит по два раза два подряд тоже вряд ли походится так наемный убийца голова рез паки он наверно сначала с этого еще убьем так стрела это далеко вторая стрела тоже далековато но до нее добежать мы сможем а толку нету а толку к ним бежать нету так стрела это так хорошо минус стрела это который он сказал прикольно что он пробегает так очень удобно так третий головорез раз хорошо так разоритель только если горение а ну и в бой ст ну ладно так стрела но очень далеко в принципе добежать смут так это я даже не заметил не дотягивается этого уберем это уберем стрелу наверное мы уже не уберем хотя убрали так так с этим должно быть в принципе все просто а вот и кстати что на 10 минут а нельзя посмотреть тоже было бы хорошо пробегать сквозь своих и своих и не своих и этого добью а мы надо быть второго убивать хотел этого добить и слиться так уже не получится в принципе охотник в принципе охотник без проблем так подозрение ладно мы 80 спустим в принципе ладно быстрее убираемся отсюда тюремщик зовет стражу приведите меня к бете она меня спрячет рождение так может здесь что нет так ну от этих нас сейчас будет убегать в принципе нас никто и не охотится под охраной ну новые видимо сейчас кто будет просто за нами по идее будут бегать все стражники и вот уже первое надо как-то им не попадаться на глаза надо сохраниться мало ли там уже с ними драться не очень хорошо там у них идет подкрепление различное что лучше от них как-нибудь убежать а мы еще устали так что нам нужно использовать вот этот суп из угря я думаю что это все таки не то да ладно пока еще оставим похлёбка нам не нужна кстати бонус то что крит критический удар повышается на 10 из-за того что вкуснотища так сардина это и вот это так теперь наше это а это уже смысла делать нету 20 процентов 608 опыта кстати дает все больше и больше чем больше опыт точнее чем больше уровень чем больше опыта дают в принципе сейчас так и 11 возьмешь быстрее всех так мед почему здесь так это пока оставим так никто нас не напал это хорошо эти возвращаются вот плохо как-то будем там сейчас пробегать если мы просто побежим скорее всего они нас догонят это не точно они спиной вообще не видят хорошо не видят не слышат так торговый пост нужен яблоки в пиво вяленая рыба по-моему такого вообще не было белерианские рыбаки славятся умением вялить рыбу конечно возьмем но я не знаю пригодится для чего-нибудь вот эти поджидаются не успели так нам нужно сначала торговый а вот кстати сначала сейчас сходим на площадь художников может там что-то есть все-таки конечно не самое лучшее время ну а вдруг все-таки там а вот даже поджидают по-моему да на всякий случай просто драться с ними не хочется откупаться дорого вроде не напали да аделиза надо поговорить мне сказали что леди мальвина вознаградила вас вы нашли лидерика врать честно рассказать рассказать аделизе всю правду пощадите аделизу и наплести и наплести менее мерзкую историю ой я даже не знаю получать лекарство не ну мы за честно рассказать плохо что его с нами нет что я его убрал я думал он уже не нужен что нет не может быть лидерик бы так со мной не поступил мы были влюблены и обвинить ее еще на суд и там ее признали виновной и все просто жизнь перечеркнута так ну мы сказали правду потому что пускай она лучше это переживется запах предательств нет запах предательства это не то хотя в принципе это то только мы уже это выполнили но это как завершение получается запах предательства где она есть лошадь художников но потом найдешь его поговорить с ним с нами его нет но это печально что его нет с нами так сюда на в собор хотя кстати в соборе мы были вообще были так гаримерский торговый пост где-то здесь а чё они такие быстрые про что я говорил что им вообще попадаться нехорошо вы разыскиваете за ряд преступлений заплатить в принципе немного просто меня по-моему все и заберут спасибо за помощь только чтобы это не повторилось обвинить а все можно было просто откупиться а все предметы остались да воронами все осталось в принципе сейчас не так дорого было да тогда спать там не придется так вот сюда надо убрать вот это все это в принципе можно уже наверное достать этого вообще нам по моему уже не понадобится а это скоро понадобится а это скоро понадобится ну как быстро побежали отсюда так нам вниз или нет нам вниз не надо а римак покинул ваш отряд но тика покинула ваш отряд удивлен что вы меня живым вытащили я готов был умереть но я рад что вы не дали этому случиться копченая сардина ох рада что мы выбрались живыми спасибо что взяли меня на освобождение Арвена и не пожертвовали мной а вот держите в знак благодарности 15 крон спасибо ради ока скажите что френд с вами так дать дать Арвен какое облегчение что Арвен опять с нами безопасность я думаю какой нибудь ее Арвен может есть просто символ спасибо огромное держите награду надеюсь она достойно компенсирует ваши риски 115 50 лига не забудет ваше деяние если когда-нибудь понадобится увешать или будете скрываться от стражи можете пользоваться нашими саломенными матрасами сколько понадобится тогда просить плюс 10 Арвена поймали когда он освобождал рабов из шахты именно там мы и были в ночь смерти вилы так Арвен еще раз спасибо если бы не вы болтаться бы мне в петле допросить все верно наша община ненавидит семью гивендорпов при случае мы бы с удовольствием убили посредника вилы но в ту ночь мы были на другом конце провинции уж ты врешь так что остается остается найти этого посредника связного похлебку из угря и намекать суп из угря вряд ли подходит а прям купить мы наверное не сможем в таком случае пойду загуглю так загуглил узнал куда надо вот сюда великолепить я думаю там на этом нары так мы здесь не пройдем там по-моему не пройдем плюсов отбегать все это я думаю на торговой площади оказалось что нет пути носится так это случайно а кстати случайно подожди подожди бьет городской на аббат и расходится случай что кто-то напал на особняк гивендорпов так хорошо но это мы чуть попозже сначала связного найдем так нам нужно 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 кинжалы стилет из агитской стали можем сделать 74 ой ну здесь прям вообще хорошо урон увеличится у нас 39 по моему 42 даже если на максимум ни разу не ошибиться а здесь 20 ой то есть здесь добавляется еще плюс 13 а здесь может быть еще и будет 87 какой-нибудь вообще это очень хорошо ну это вроде как максимальный уровень я так понимаю мы же дальше вроде не сможем ничего сделать ну получается что да ну здесь латы на это вообще будет хорошо на разрушителей 364 брони кстати и легкие тоже здесь уже сделаем правда где столько стали найти начнем конечно же с оружия так 74 выколоть ну вот что так быстро то надо сохраниться 89 это получился у нас плохой пробуем сделать еще один ладно не буду сохраняться хотел сохранить что прям все идеально наделать спит так хорошо получился 98 так ну разница конечно есть 89 либо 98 на 99 ловкость уже конечно не имеет значения давайте тогда сохранимся или может загрузиться загрузиться наверное это было давно смотря где да это уже далековато ладно у кого-то будет 89 тем более до 11 наверно все дойдут просто это будет не скоро мы конечно того поменяем потом ну когда он до 11 натренируется мы поменяем его на другого а может сделаем еще один лишний так хорошо два хороших ладно давайте все таки сохранимся попробуем сделать все это 4 сделаю идеальных а ну один придется продать будем считать что мы якобы не находили эту акетскую сталь или руду что там руда все таки это у нас финальное оружие поэтому пусть у нас тогда все будет наилучшее так хорошо отлично так а чё не так а он еще лучше получился не ну здесь я уже загружаться не буду потому что вот это и так хорошо то есть все были а это как бы крит типа три звездочки ну так вот это 89 продадим потому что таких мы вряд ли получим все 4 это надо очень долго-долго загружаться и потом после каждого сохраняться так что это ладно это первому здесь конечно тоже разница 8 ну да ладно такая продадим или разобрать мы же можем разобрать может нам вернут так вернут нет а надо было здесь смотреть и обратно не вернуть сырье древесина железная руда и тогда мы лучше продать наверное больше выиграем с этого допросить со всеми этими проблемами с поставки на руды у меня не было времени поболтать о смерти посредника Гивендорп посредник Бёрна хочет обвинять снаряжение всех снаряжение всех своих бойцов так что мне еще предстоит немало работы и поиск поставщиков так а продать 220-364 так ну ладно это мы оставляем разумеется это мы оставляем так можно починиться деньги есть можно починиться так теперь бежим туда так еще раз она сохранится так 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 это